Нейтрино 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 достаточно популярное или даже модное слово часто на слуху и многие, наверное, даже не понимают, почему. Причина очень простая. Нейтрино — это относительно новый способ для ученых получить информацию, научно-принципиально важную информацию, которую невозможно выкопать почти в прямом смысле этого слова никаким другим способом. В 1920-е годы ученые выяснили, что при бета-распаде энергии выделяется меньше, чем теоретически должно. Значит, либо закон сохранения энергии не работает, либо недостающую энергию уносит неизвестная частица. Тогда швейцарский физик Вольфганг Паули выдвинул идею о существовании нейтрино, однако сам он не верил, что когда-либо его удастся обнаружить. В 1934 году Энрико Ферми теоретически описал эту частицу и назвал ее нейтрино, что с итальянского переводится как нейтрончик. Экспериментально поймали нейтрино, а точнее анти-нейтрино в 1956 году американские физики под руководством Клайда Коуэна и Фредерика Райнаса. И за этот эксперимент в 1995 году им присудили Нобелевскую премию. Для Паули и Ферми вопрос, обладает ли нейтрино массой, не был принципиальным. Важно было, что закон сохранения энергии не опровержен. Другое дело, что в представлениях стандартной модели нейтрино должен обладать нулевой массой. И вопрос о массе был на повестке физиков вплоть до конца 90-х годов 20-го века. Существует стандартная модель, которая описывает все элементарные частицы. И в частности, в рамках этой стандартной модели был предсказан бозон Хиггса, и в рамках этой стандартной модели нейтрино обязаны иметь массу, равную нулю. Если масса нейтрино отлична от нуля, это противоречит стандартной модели. И категорически необходимо разрабатывать какую-то заплатку на стандартную модель. Как проверить, как измерить массу нейтрино? Это очень, очень, очень. Помните, ее даже поймать тяжело. И вот, было предсказание, что в случае, если масса нейтрино отлична от нуля, то нейтрино одного типа должно преобразовываться с некоторой вероятностью в нейтрино другого типа. И вот, от солнца летят нейтрино, и мы более-менее знаем, сколько нейтрино какого типа. Ловим их на земле, и оказывается, что не соответствуют, не согласуют с тем, что должно быть. И вот, поимка и оценка как бы, относительное количество нейтрино разного типа на земле, доказало то, что масса нейтрино отлична от нуля. и сказало, что основополагающая стандартная модель, описывающая все элементарные частицы, которые мы знаем, кстати, которые мы не знаем тоже, или не знали. Так вот, это противоречит стандартной модели. Ее нужно менять. Нобелевская премия. Зачем ловить нейтрино высоких энергий? Было подлинно порядка ста штук. Ну и что вы скажете? Ну поймали с нейтрино. Ну что в самом деле? Ну утомили. Зачем? Почему это интересно? Интересны эти нейтрино, вот почему. Единственный вариант, как можно родить во Вселенной нейтрино такой энергии. Это если у вас есть релитийский протон. То есть протон, который летит со скоростью очень близкой к скорости света. А протон, напоминаю, примерно в 2000 раз массивнее электрона. Если во Вселенной летают нейтрино таких высоких энергий, это означает, что во Вселенной кто-то не только умеет, но и пользуется этим умением ускорять протоны до скорости света. То есть во Вселенной есть вот этот космический супер коллайдер, космический супер ускоритель, супер пушка, которую мы тут миллиарды денежных знаков тратим, чтобы на Земле построить, значит, в Церне, а там за бесплатно, понимаешь, каким-то образом ее сделали, эти пушки, которые могут ускорять протоны до скоростей света. И нам жутко интересно узнать, а что же это за ускорители? Что за объекты это умеют делать, да? Поэтому первый вопрос, есть ли такие объекты Вселенной? Да, есть! Нейтрино таких энергий были айскюбом пойманы. Второй вопрос, что это за объекты? И мы вышли с такой идеей, достаточно дурацкой. А давайте мы попробуем сравнить вот результаты работы этого телескопа айскюб с тем, что астрономы видят вот как раз в радиодеобзоне. И оказалось, что квазары, которые находятся на небе, в тех самых местах, откуда приходит нейтрино, ярче, чем остальные. Ну, то есть, кто-то знает во Вселенной, где рождаются нейтрино, и именно туда сажает яркие квазары. Ну, понимаете, случайно это быть не может, да? Мы посчитали честно, вероятность, что это произошло случайно, это вероятность 0.2%. А сейчас даже вот мы работаем дальше, еще меньше. Поэтому, ну, понятно, что квазары рождают нейтрино. Вопрос, в общем-то, мы считаем закрыт. Теперь следующий вопрос. А где? А как? Где конкретно в квазаре? В близкой Чурнодере или там подальше? В нейтное поле, как там с этим завязано? И вот это как раз то, чем будем заниматься в ближайшие годы. Мы стартовали международные программы. Например, российский радиотелескоп Ротан 600 здесь очень помог. Оказалось, что в те моменты, когда от квазаров Ice Cube видит нейтрино, а Ротан видит вспышку радиоизлучения. Мы продолжаем наблюдать на Ротане, вот специальных астрофизических обсерваторий на Кавказе. Международные сети телескопов тоже с нами сейчас наблюдают очень активно. Мы теперь получаем информацию из электромагнитного окна, из гравитационного окна, из окна астрофизика частиц нейтрино, всякие протончики там нам прилетают. И в ближайшие годы мы надеемся понять, как ускоряются эти протоны. Но то, что вот эти протоны в квазарах это факт. Может быть это поможет объяснить экстремальную яркость квазаров. Может быть окажется, что действительно протоны, может квазары действительно мы их недооценивали. Вот такие, значит, пушки активные, массивные, эффективные, что могут достаточно большое количество протонов ускорить, чтобы нейтрино нам родилось, и вот экстремальная яркость у квазаров была. Посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова